Экологический квест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устроили педагоги Ивановского социально-реабилитационного центра. Соревноваться в знаниях об охране природы решили четыре команды. За успешное прохождение каждого этапа ребята получали части шифра, из которых нужно собрать фразу. Квест – это приключенческая игра. Так как он экологический, значит, мы стараемся сегодня завершить определенный этап познания, который был у детей в течение этих полугода, и дать старт новому изучению природы уже в летний период. Сотрудники противопожарной службы и дорожные полицейские напомнили ребятам, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации. Чтобы развлечь детей, им позволили забраться в пожарную машину и посмотреть ее устройство изнутри. Огнеборцы также показали работу спасательной техники. О правилах. Если возникнет пожар, что надо делать? Нужно в первую очередь вызвать пожарных и сообщить местонахождение, улицу и дом. К экологическому квесту ребята готовились заранее. Для специального конкурса создавали плакаты. На них показали, как нужно защищать планету. Работу рисовали, клеили, мастерили из подручных материалов. Еще одним этапом стала эстафета. По два участника от каждой команды в паре должны были выполнить все спортивные задания за минимальное время. Мы пинали друг другу мяч, а потом этот мяч уносил мальчик, и мы брали потом другой мяч, и должны были руками его кидать. Еще брали досочки, и как будто мы переходили через болото, ложили одну досочку, вставали, и другую. Завершился квест высадкой комнатных растений в цветочные горшки. Такой эко-приз получила в награду каждая команда. Яркие события для этих детей особенно важны. Почти все они попали в центр реабилитации из-за сложностей в семье. У большинства трудности с общением и социализацией. Тяжелые воспоминания и серьезные, несмотря на нежный возраст, проблемы. Благодаря полезным и интересным квестам ребята учатся дружить и общаться, любить жизнь, несмотря на все ее невзгоды. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.